Почему все такие агрессивные? Чувак, это интернет. Как будто это их оправдывает. А чё, нет? А чё, да. Я вот ненавижу комментарии в интернете. У меня постоянно такое чувство, будто я еду в маршрутке, а рядом со мной сидят две... Нет, четыре незамолкающие бабки, а мы встали в пробке, в аэропорт. А бабкам на тот же рейс, и места вокруг тебя. Типа того, да. Ну а чё ты хотел? Когда всё хорошо, народ молчит и в лучшем случае ставит лайки. А когда всё плохо, они призывают силы тьмы, достают куклы Вуду и начинают максимально изощрённо выдумывать оскорбительные комментарии. Оскорбительные комментарии. Потому что их гнев никогда не умещается в 140 символов в Твиттере. По-моему, к ним нужно относиться как к маленьким детям. Как к школьникам? Не порти мне метафору. Нет, как к детям, с которыми нужно вести воспитательную работу. Коллективному сознанию надо простым языком объяснять какие-то примитивные истины, иначе до него не доходит. Ты же понимаешь, что это борьба с ветряными мельницами, Кунгур Кихот? Не, я бы зашёл с другой стороны. Типа, полиция стоп гейма, отдел комментов. Всем оставаться на своих местах. В интернете кто-то не прав. Тут скорее как война человечества в лице авторов с орками. Может быть, может быть. Кричащая агрессивная орда разумна. Но тебе всё равно никто не поверит. Тем не менее, я считаю, надо попытаться. Окей. И как нас звать? Нас не надо звать. Мы сами приходим на зов несправедливости. Комментпатруль. Недостаточно круто. Ладно, потом что-нибудь придумаем. Пока просто поставь папастный взрыв. Как человек, который почти полгода ежемесячно разбирал линейку игр PS+, авторитетно заявляю, её принято ненавидеть. Ну, предположим, у этого есть повод. Люди хотят ежемесячно получать в раздачах АА-блокбастеры. Ну, чё-то типа такого, например. Helldivers, конечно, норм, но на топ игру не тянет. А вот Ассасина раздать бы давно не мешало. И я не буду сейчас проводить параллели между любителями Ассасинов и авторами таких комментариев. Блин, ну я тоже хочу АА-блокбастеры за 267 рублей в месяц. Но здравый смысл, математика и экономика чё-то против. Крупные игры за такие деньги логично раздавать только, когда их продажи совсем сходят на ноль. Sony в некотором роде сама виновата, потому что за PS Plus осталось такое рекламное позиционирование с прошлой консоли. Мол, это сервис, где раздают игры. Но сейчас всё не совсем так. Да, это сервис, где вам выдают халявные платины. Вы вообще в курсе, что за 6 месяцев там выдали 9 халявных платин? А поскольку игры небольшие, то и платины зачастую, изи-пизи. Для полного счастья не хватает только прогресса получения трофея. Блин, да я бы за такую фичу ещё бы сверху доплачивал. И снизу. Но вернёмся к пропаганде. И вот к этому, например, парню. О, господи, какой мусор! Мой месяц дня рождения испорчен шлаком вроде этого. С одной стороны, да, попадаются совершенно бестолковые проекты. Но если посмотреть срез за несколько месяцев, например, картина получается нормальная. Рокет Лиг, Мэджика 2, Брокен Эйдж с Гримм Фанданго, Лара Крофт в Храме Осириса, Стикс, Мастер оф Шэдоус. У меня в Ракетной Лиге даже платина есть. Кстати, нормальный критерий, да? Игры, в которых не стрёмно выбить платину. И даже получая их за, я повторюсь, 267 рублей в месяц, люди остаются недовольны. Одна Лига сейчас стоит куда дороже, а была доступна сразу и бесплатно. Да говно ваша Лига. Слышь, ты на чьей стороне вообще? Справедливости. Мне кажется, народ просто неправильно подходит к вопросу. Все воспринимают PS Plus как подписку только на бесплатные игры. И тут появляется ещё один классный тип комментаторов. И ведь не отпишешься, по сети играть-то хочется. Заметьте, как он даже из этого умудряется сделать претензию. Типа, мне хочется играть по сети, поэтому я плачу за онлайн. Но мне тут такие игры вдобавок дают, что хочу отписаться. Нравится нам это или нет, но на PS4 игра по онлайну требует абонентской платы. На боксе так было ещё с прошлого поколения. Ты покупаешь себе шестой айфон за 60 штук, а потом ещё звонишь небесплатно. Ну ни хрена себе! Логично, что для игры по сети вы пользуетесь не только своей консолью, но ещё и серверами Sony, которые нужно за счёт чего-то поддерживать. ММО на PC требует подписки по тем же причинам. Да, вот как ты будешь с друзьями играть в фарминг симулятор 2016 без PS Plus, м? Ты про Far Cry Primal? Праймал? Ну ты чё, ну, фарминг, симулятор. А Far Cry как раз симулятор фарминга 2016 года. Минутка изысканных лингвистических шуток от Келебрича. Да пошёл ты, круто, симулятор фарминга. Короче, PS Plus это в первую очередь доступ к серверам Sony, а не вот это вот. Бесплатные игры за 3200 в год, ха-ха. То есть вы не игры покупаете, а сервис. К тому же, если он глючит, то компания это как-то обязательно компенсирует. К этому вентилятору вообще лучше не приближаться. Вспомните, когда Sony продлила всем пользователям PS Plus за то, что один день сервера лагали. И что тут не так? Ну как тебе сказать? Смотри, какая точная пропорция. Человек на две трети состоит из воды, а интернет на две трети из... идиотов. Вот поэтому нужно проводить работу со здравым смыслом. Например, объяснять, что подписка подразумевает не только доступ в онлайн, но и к облаку. Вот да. Если вашу консоль, например, похитят, или она выпадет из машины в Нюрнбурге на поле Цепелина, то сейвы останутся сохраненными в облаке до тех пор, пока вы новую не купите. Другой пример. Не сказать, что это шибко критичная функция, но можно прийти к другу, залогиниться в свой аккаунт и играть в Diablo Hot Seat со своим персом. А вот если вы живете, например, в Праге и у вас нет друзей... Не понимаю, о ком ты. ...то вам очень нужен SharePlay, возможность передать контроллер консоли другому игроку через сеть. Вася, вот подтверди мои слова. С SharePlay'ем PlayStation 4 стала единственной консолью, где был онлайн-кооператив для Resident Evil Revelations 2. Википедия тебе, судья. Но факт интересный. Это я могу подтвердить. Ещё бы Солтан Сенкчери в список добросил, например. Васян, а я бы на твоём месте не стал забывать, что SharePlay это когда у тебя стрим из-за верёвки срывается. Не стрим срывается, а Дрейк. А вот прикинь, гораздо более животрепещущая ситуация, основанная на реальных событиях. Если у тебя рука не поднимается принять баптизм в Bioshock Infinite, ты можешь вызвонить друга и он, ну, за тебя. Контр-аргумент. Инфинита нет на PS4. Контр-контр-аргумент. Уже были новости, что скоро будет. Контр-контр-контр-аргумент. Были слухи, что скоро будет. Квадра-контр-аргумент. Слухи редко сопровождаются утёкшими обложками. Короче, синдром вертолётика GTA нам не грозит, мы поняли. И вот на этом, я считаю, вопрос сервисов и игр закрыт. Не пойму, откуда каждый месяц такой хайп. PS Plus в первую очередь продаётся ради онлайна, бесплатные игры позиционируются как приятное дополнение. Ни к чему каждый месяц ждать годноты, а потом кусать локти и считать себя обманутым. Но не всем нужен онлайн. Не вымерли ещё мрачные титаны синглплеера. Тогда абсолютно логичней становится вот такая история. В январе кончается годовая подписка на Plus. Смотря на игры за год, пожалуй, не буду её продлевать. Но вы забываете про такую супер важную тему, как скидки. Ага, у меня под рукой как раз совеседник, который очень хочет с тобой поговорить. Лол, ну и лохотрон у консольщиков. В Steam или на плате.ру половина из этого почти в два раза дешевле. Не, видишь, это какой-то непризнанный непонятный гений с кучей минусов. Думаю, этот комментарий можно вообще не комментировать. Короче, Келебрич, если я правильно понял, ты говоришь про то, что PS Plus неправильно себя подаёт. И поэтому у пользователей неверные ожидания. Типа, деньги эти только на ненужные бесплатные игры утекают. Вот моё предложение компании Sony. Представлять PS Plus как подписку на постоянные скидки. Да, я тоже хотел об этом рассказать. Два раза в год идёт отличная распродажа двойной скидки PS Plus. Где все пользователи получают скидон, например, 20%, а подписчики 40%. Да хоть прям сейчас посмотреть. Хочешь ты купить новый NFS себе? С плюсом у тебя дополнительная скидка, и ты экономишь 205 рублей. А это уже фактически цена самого плюса. А если добавить к этому антилдон, то это ещё 220 рублей экономии. Итого у нас профит 150 рублей. А это, между прочим, пол палки колбасы, либо 7,5 беляшей. Ну охереть не встать, возьмём овал. А чё, не правда? Не проще сказать, что ты одной покупкой оправдываешь почти месяц по 267 рублей. Нет, это не так показательно. Такие же скидки по 10-20% накидываются на абсолютно всех распродажах. Да даже больше. Очень часто по дешёвке идут актуальные релизы, даже предзаказы. Например, возьмём снова тот же Far Cry. За сколько мы его купили, Вась? За 68 беляшей. За 3400 вроде. Да, при том, что это было расширенное издание. То есть фактически мы должны были потратить 4500, и одной покупкой сэкономили 22 беляша. Или окупили подписку на 3 месяца. Всё, 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 остановись, пожалуйста. А вообще по цене плюса, что хочу давно сказать. Смотри, он стоит 3200 рублей за год. А это значит, что всего 266 рублей за месяц. Что эквивалентно 5 пирожкам, купленным на вокзале. После которых, между прочим, у вас ещё и несварение может быть. А это значит что? Значит, PS Plus заботится о вашем здоровье. Это первое. А второе, если даже с купленным PS Plus несварение вас всё-таки застало, то вы скорее всего в этот момент будете дома играть по онлайну или в какую-нибудь новинку. А значит, казуса не случится. Но ведь с PS Vita ты можешь быть и не дома. Да, но с ней ведь и в туалет можно пойти. А значит, даже если ты с несварением и не дома, то всё равно можно хорошо провести время. Так, стоп. Давайте как-то закруглим. Вот это. Вот. Всё. Подводя итог, PS Plus это онлайн, сервисы, скидки и вдобавок к этому же некие бонусные игры. Да, нужно признать, что нам всем очень горестно и обидно, переходя с PS3 на PS4, привыкать к раздаче индии вместо Deus Ex. Но PS Plus на этих двух платформах полностью различается. И возраст платформ различается, и актуальность игр не та. А поэтому сравнивать их логическая ошибка. А поэтому неправильно говнить халявные игры. Sony могла просто сказать «Теперь за онлайн нужно будет платить!» и поставить на этом точку. Но точку поставим мы. И да разверзнется ад в комментариях. А вот нет, я верю, что люди в комментариях сознательные и могут следовать голосу разума. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok